И мы готовы внимательно вас слушать. Добрый день, приветствуем всех, кто нас сегодня слушает, смотрит, приглашает. Приглашаем вас на эту передачу, она идет в открытом эфире, как уже было объявлено. Можете к нам дозваниваться по телефону 916-429-7635. Мы с удовольствием примем ваши звонки, постараемся ответить на ваши вопросы. В начале передачи мы совершим молитву, чтобы Господь благословил ход этого служения. Господь, мы благодарны Тебе еще раз за Твою милость и любовь к нам. Мы благодарны Тебе за благоприятное время, которое посылаешь нам, для того, чтобы обратиться к Слову Твоему, проверить свое сердце, подкорректировать свои пути и направиться к вечности. Господь, благослови всех слушающих и участвующих в этой передаче. Аминь. Аминь. Сегодня мы вместе с вами хотели затронуть тему немножко о молитве. Будем разоговорить, что такое молитва, из чего она состоит, как нужно молиться правильно или как можно молиться неправильно. Есть такое положение. Что же такое молитва, Ром? Давай начнем с таких простых вопросов. Да, действительно, мы уже о молитве неоднократно говорили, еще будем много говорить. Молитва – это одна из сфер нашей жизни, христианской жизни, которая занимает огромную часть именно духовной сферы. Человек молится, как правило, утром, молится вечером, перед едой, перед другими вещами. То есть человек постоянно обращается к молитве, к такому как бы надежному инструменту, который он знает, что всегда сработает. Вот точно так, как мы звоним кому-то, мы обращаемся к телефону, вызываем на связь и разговариваем. Вот примерно таким образом работает молитва. То есть она соединяет человека с Богом, если молитва правильно поставлена или в правильном формате есть. Молитвы бывают разные, разные молитвы. Есть молитвы покаяния, например. То есть молитв очень много. Есть молитвы благодарения, есть молитвы прошения, есть ходатайственные молитвы. Это в зависимости от статуса, от положения духовного человека. Он уже молится, например, как Христос молился, как первосвященник, он ходатайствовал, он просил. Такой определенный формат молитвы. Но несмотря на то, что люди молятся и очень много молятся, часто молитвы остаются без ответа. Неужели такое случается, что на молитвы человек не получает ответа? Да, очень часто случается. И вот здесь человек занимает такую позицию. Во-первых, он начинает как бы роптать на Бога. Это одна из позиций. Вот он молится, не получает, думает, что же такое, как же так. Я обращался к Богу, я молился к Богу, да вроде бы всё правильно, но почему же там меня на небесах не услышали или пропустили мою молитву? Бывает такая реакция. Другие как бы свыкаются с тем, что они уже молятся и не один год, и часто молятся и не получают. Если в день было произнесено примерно 20 молитв, и, скажем, полпроцента было отвечено, то есть приблизительно что-то где-то сработало. Они думают, ну, наверное, так и нужно, пойдёт. А третий, третий вообще говорят, что получил ответ на молитву, не получил ответ на молитву. Говорит, мы помолились, а там Бог разберётся. И вот такая формулировка не всегда, она правильная, не всегда она как бы можно сказать её в адрес Бога. То есть получается так, что человек как бы помолился, говорит, я помолился, а там уже Бог решает. То есть со своей стороны человек поднимает себя на такую ступень. Я сделал всё правильно. Я уже, вот, например, человек устраивается на работу, берёт аппликацию, заполняет, всё, в конверт ложит. Ну, конверт отправляет, скажем, в Россию. Ну, к примеру, да. И вот он ждёт, ждёт, работодатель не звонит. И он думает, что же такое? Ну, я-то отослал конверт. Я-то отослал мои документы. То, что не по адресу, он как бы даже и не думает об этом. Просто отослал, да и всё. Или отослал, быть может, пустой конверт. Или отослал, может быть, ещё без марки. То есть он думает, я бросил конверт в почтовый ящик, и всё, я руки умыл. Дальше я не знаю. Главное, что я что-то сделал. И вот здесь человек часто делает ошибку. Он говорит, я сделал. И как бы всё. Вот то, что мог, то, что знал, сделал. И дальше уже я не хочу вникать в детали, почему и как. Уже раз Бог не ответил, значит, проблема, или же его суверенитет в том, что он, ну, решил не ответить. Но люди не задают вопрос. Может быть, даже Бог и не получил их молитву. Может быть, она даже не дошла вот туда, куда человек думает. Конечно, Бог, как вообще по своей сути, Он всё видит, всё знает. Но вопрос в другом заключается. Вот эта молитва назад бумерангом не возвращается. То есть человек звонит на небеса в виде молитвы. Молитва, как он думает, достигает цели, и там уже решают, ответить или нет. Если не ответили, ну, значит, так Богу угодно. Если ответили, ну, тоже хорошо. То есть получается, что человек со своей стороны говорит, я помолился, и вроде бы сделал всё. Всё, всё, на этом ставят огромную-огромную точку. Я дальше ничего не знаю. Я высказал слова, и думает, раз я слова высказал, вначале сказал Бог, в конце сказал Аминь, вот это достаточный формат. Начало есть, конец есть, а начинка уже я высказал своё мнение. А ты, Господи, уже отвечай. А что же нам делать, чтобы у нас, можно сказать, так и начинка была правильная? Как же нам быть, чтобы нам сегодня можно было отправить этот конверт по адресу, да, с правильной формулировкой составляющего письма, можно сказать, да, чтобы оно заклеено было, это письмо, чтобы оно не в Россию там куда-то, а на небо было направлено. Как же нам вот подойти к этому вопросу? И почему так случается, что не отвечает Бог на эти молитвы? Не отвечает или мы не получаем? Не получаем этот ответ. По этому поводу Иаков пишет в своём послании, в 4 главе, в 3 стихе так. «Просите и не получаете». Мы дальше прочитаем. Смотрите, просит человек и не получает. Он точно знает, что просит, точно знает, что обращается к Богу, но ответа нет. И дальше он раскрывает причину. Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Вот эта фраза «не на добро». Что это обозначает «не на добро»? То есть мы же не молимся Богу и не просим Его о плохих делах. «Господи, помоги нам машину украсть». Ну, может быть, кто-то и молится так. Ну да. Вообще говорю, люди вроде как просят на добро, чтобы устроить свою жизнь, чтобы сделать лучше там в семье, чтобы проблемы решить, или с детьми проблемы решить, или ещё какие-то проблемы решить. Мы же просим вроде как бы на добро. Ну да, так выглядит. С первого взгляда как бы всё на добро. Дело в том, что это добро взяло своё начало ещё в Едемском саду. Там было дерево, вот, источник посаженный. И так дерево и называлось. Познание добра и зла. Но это дерево не от Бога. То есть, таким образом, есть добро, которое не от Бога. И Бог это уже не называет добром. Да, оно называется как бы добро и зло, но это совсем другого характера. Человеческое добро. Вот если взять, например, неверующих людей полностью, да, есть люди очень добрые. Как на них Бог смотрит? Разве Он учитывает или принимает это добро как за добро, вот, то небесное, духовное, вот, то, которое на небесах? Ну, конечно, нет. То есть, есть добро, добро, добру рознь. Если у Него источник от дерева познания добра и зла, то это добро уже испорченное, искажённое, человеческое, душевное, может быть, добро. Вот, а если это добро от Бога, то это уже абсолютное добро. Поэтому люди просят иногда на основе своих душевных желаний, человеческих желаний. Вот он своим умом решил сделать такое заключение или делать заключение. Я считаю, что для моих детей нужно вот это и вот это. Или мне нужна такая-такая работа, мне нужен такой-то дом. Или, как ты уже сказал, машина. Или, ну, что угодно. Молитв очень много. И вот человек решает, я же себе желаю самого хорошего, я же себе желаю добра и как можно больше. Ладно, что там сосед с голоду умирает, это не важно. Важно, что я себе желаю добро. И вот человек молится, Господи, дай мне и больше, и утряси, и переполни эту чашу, чтобы было мне. Чтобы мне было хорошо. Человек говорит, я же молюсь на добро, но в основе этого добра лежит эгоизм. И человек иногда не получает. И, как мы читаем, чтобы употребить для ваших вожделений. То есть плоть, плоть, она его за язык тянет. И так составляет молитву, что кажется вроде бы на основании слова, ну, а внутри фундамент. Вожделение, плоть, эгоизм, гордость, себелюбие и так далее. Поэтому люди и не получают ответ на такую молитву. То есть перед тем, как мы начнём молиться, или перед тем, как мы будем просить Бога о чём-то, нам нужно сначала узнать, да, доброе это дело или нет. Даже если оно выглядит как бы доброе. Абсолютно верно. Оно кажется как будто доброе. По-человечески оно на самом деле доброе. Но мы-то молимся не человеку, мы-то молимся Богу. И вот к евреям мы читаем 11.6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт». Вот один из элементов, который крайне необходим. Если человек желает, чтобы его молитва была услышана, принята и отвечена, там, в этой молитве, должна быть вера. Должна быть вера. Это как абсолютный элемент, без которого человек никак не получит. Даже написано «Богу угодить невозможно». То есть на небесах существует такой духовный фильтр. И вот он проверяет. Молитвы идёт масса. Масса. Мы будем считать, что молятся язычники. Молятся верующие, неверующие. То есть человек думает, что он открыл Библию, и тут же стал уже на правильную ступень. Оказывается, язычники тоже на основании Библии молятся. Как бы, кажется. То есть верующих сегодня, неверующих сегодня нет. И почти у каждого человека есть Библия. И каждый обращается с этой Библией вверх. «Господи, ответь, Ты же тут сказал». А там проверяют. Молитва пришла наверх. И там проверяется, есть там вера или нет. Вера не имеется в виду моё убеждение, моё настроение, моё мнение, моя там ещё какая-то частичка. Вот моё, моё, моё. Вера. Существует там вера или нет? Вот давайте мы посмотрим, как Бог на это смотрит. Как Он расценивает наши молитвы, которые приходят туда наверх, к Нему. И как бы в этом и можно сделать такое заключение, или как бы завернуть это всё в формула молитвы. Формула. То есть одно из важнейших элементов в молитве – это вера. То есть существует какая-то формула или, ну, нужно собрать… Определённый формат молитвы. Вот когда мы, например, по-английски, для того, чтобы задать вопросительное предложение, человек вначале должен поставить частичку там, ну, определённую, специальную, в зависимости от времени, в зависимости, от кого он обращается. То есть вопросительная форма предложения состоит из какого-то формата, подчиняется каким-то законам языка. Вот английский язык, значит, нужно так строить предложение. Когда мы обращаемся к Богу, наша молитва тоже должна быть построена. Она не может быть таким хаосом отправлена наверх. А из чего же эта формула состоит? Или как же нам подойти к этой формуле, или к этой единице? Ну, хорошо. Вот мы прочитали одно из положений, вот, когда будет молитва услышана, это вера. И в послании, в первом послании Иоанна, в пятой главе, автор раскрывает немножко пошире, как же это работает. Вот пятая глава Иоанна, первого послания, 14 и 15. И мы постепенно будем читать эти два стиха. И вот какое дерзновение мы имеем к нему. Дерзновение – это смелость. Дерзновение ничего общего не имеет с дерзостью, как бы наглостью. А вот дерзновение – это осознанная смелость. Когда, например, вы родитель, у вас есть дети. Дети к вам подходят и просят, ну, то ли игрушку, то ли попить, то ли поесть, то ли даже денег. И вы свободно даёте. К вам приходят дети, и вот они имеют уверенность, что они получат то, что просят. Ну, к вам могут подойти дети, скажем, с соседского двора и попросить то же самое. Они могут попросить, но они не уверены, дадите вы им или нет. Вот нет такой уверенности. Вот эта уверенность называется дерзновение, смелость. Нормальная, осознанная, правильная смелость. И вот автор пишет. Вот какую смелость мы имеем к нему. То есть свободно приходим на каких-то условиях. Понимаете? То есть существуют уже какие-то условия. Что когда просим чего по воле его. Вот здесь мы остановимся. Просит человек по воле его. То есть перед тем, как мы пойдём дальше, нам нужно сначала узнать, что является воля Божья. Прежде чем человек будет молиться, составлять свою молитву. Опять-таки хочется сделать такую паузу. Для некоторых, быть может, это покажется. Ну, такое шкалярство уже. Ну, так завернули молитву. Ну, неужели такая сложная? Вообще-то, знаете, не очень сложно. Просто когда человек молится годами, ничего не получает, ответ на свою молитву, то приходится нам в деталях разбирать. И узнавать, почему же всё-таки человек не получил. Многие разочаровываются по одной простой причине, что их молитва не соответствовала божественному формату. И всё. Это не то, что Бог их не любит, недолюбливает, или как-то испытывает на терпение. Вот сколько же выдержит человек. Вот он просит, чтобы я ему дал стакан воды, он где-то в пустыне задыхается. А я ему раз там каплю дал, но ещё не умер, но не напился. И вот человек думает, что Бог как бы настолько терроризирует человека, воспитывает его спартанским образом. Бог не такой. Бог есть любовь. И Бог готов ответить. Бог готов пойти нам навстречу при условии, если молитва соответствует такому формату, который не мы придумали, а уже давно был записан в Священном Писании. Итак, знание воли. Это 14 стих. Что когда мы просим по воле Его? Неужели можно узнать волю Бога? Опять же, возвращаемся. Я слышал много таких мнений, когда люди говорят, ну, будет воля Божья на это дело или на то. То есть, они не зная ответа на это, они просто говорят, как бы, будет воля Божья на то или на это. Дело в том, что воля Божья есть на всё. Но знает ли человек эту волю или нет, это другое. То есть, мы можем узнать эту волю. Допустим, вот возьмём отвлечённый пример. Господь хочет, чтобы все люди спаслись. Это воля Божья. То есть, воля Божья. Человек может просить, Господи, спаси меня, потому что я боюсь попасть в ад, к примеру. Такая молитва не будет услышана. Но если человек просит, Господи, Ты хочешь, понимаете, мы должны отталкиваться от этого. Ты хочешь. То есть, это не я придумал, не я выдумал, не меня напугали адом. Я просто хочу со своими родственниками, где-то там они на небо идут, и я туда же. Ну, не поэтому Бог меня услышит. То есть, Бог хочет спасти. И вот здесь мы, как бы, двойной ответ, да? Вначале Бог хочет, но это не говорит о том, что все спасутся. Бог хочет, но человек, если не отреагирует на его волю, не спасётся. Хотя Бог хочет. Он желает всех спасти. Почему? Потому что от начала создал всех людей, каждая душа, по образу и подобию. Он хочет, чтобы человек был спасён. Итак, знание воли. Прежде чем человек будет молиться, он должен с дерзновением прийти, со смелостью. Господи, вот Твоя воля, и я её узнал. И я её беру, и с этой волей, с Твоей волей, я прихожу и говорю, на основании этой воли я прошу то или другое. То есть, как ты это разрешил, или потому что ты это, Господи, хочешь, я прошу, чтобы Твоя воля совершилась здесь, да? Ну, это как, да, как он уже захотел. Вот смотрите, я хочу прочитать параллельное место, это Псалом 2. Псалом 2 будем отрывочно читать, потому что времени не так много. Речь идёт об Иисусе Христе. Там сказано так, «Я помазал царя моего над Сионом, святую горою моей». Это Псалом 2.6. «Возвещу предопределённое. Господь сказал мне, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». И вот дальше идёт как бы записан диалог. Отец разговаривает с сыном и говорит ему так, «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владении». Смотрите, отец знает, чего хочет. Он также знает, мы знаем, что сын тоже знает волю отца. То есть, отец знает, что хочет дать, сын знает желание отца, но тем не менее, отец говорит, «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе». То есть, мы люди, да, мы не всегда всё знаем. Как бы у нас здесь много вопросов. Но отец небесный и его сын, они точно знали волю друг друга. Тем не менее, отец говорит сыну, «Ты проси у меня то, что я хочу тебе дать, и я тебе дам». А для чего это он делает? Почему нужно просить? Вот такая существует духовная закономерность, духовный закон, что насильно никто не даёт. Несмотря на то, что отец хочет дать, он даёт право воли, то есть, свободный выбор. Он говорит, «Я хочу, чтобы вы взяли, я хочу, чтобы вы получили, поэтому просите и будет вам». То есть, несмотря на то, что отец хочет, он не даст без согласия или без желания человека. Вот это согласие и желание есть вера. Когда человек узнаёт, что хочет отец небесный, узнаёт, и тогда он просит, и тогда уже человек получает. Ну, будем идти дальше. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего? По воле его, он слушает нас. Смотрите, не слышит, а слушает. И в этом есть огромная разница. Бог вообще-то всех слышит, и мысли знает, и глубину сердца, и начинает только мысль завязываться, он её уже знает, начало и конец. Вопрос не в этом. Вопрос в другом. Слушает. Слушать — это когда кто-то принимает вашу, скажем, просьбу, и... Слушает. 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 Продолжение следует... 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 Они говорят, ну, спасибо, что мы опоздали. Где же этот водитель такси? Хочу его отблагодарить, что я не успел. То есть, когда он опаздывал, он ругал водителя. А когда уже самолет все-таки потерпел катастрофу, то он говорит, где же этот водитель? Я хочу ему букет цветов подарить. То есть, здесь нужно нам спрашивать, что хочет Бог. И просить, чтобы Господь устранил проблему, или нам нужно узнать, как ее решать. Были случаи, когда люди ехали на автобусе, и их буквально останавливают полицейские, и говорят, такой-такой выйдете из автобуса, по именам называют. Они вышли. Пока они вышли, там чемоданы взяли, прям чуть ли не на середине фривея. Они вышли с чемоданами, развернулись, смотрят, этих полицейских уже нет. А автобус уехал. Они следующую машину, но она останавливается на фривейже. Подняли их и поехали. Когда едут, проезжают буквально несколько майлов, автобус улетел с фривей, где-то там в обрыв. То есть, вот ситуации разные. То есть, однозначно в ответа быть не может, но спрашивать нужно, как мне поступить? Вот здесь и будет вера, знание воли. Что мне нужно делать? Просить, чтобы моментально решить проблему или узнать, Господи, как мне дальше двигаться? Вообще, двигаться нужно или нет? То есть, всегда надо спрашивать, да, сначала, перед тем, как мы начинаем уже Богу решение давать. Один человек ехал тоже в машине ночью по новой дороге. Эта дорога повела его где-то через поле, там еле заметная дорога. Вдруг у него GPS ломается, останавливается. Он останавливает машину, начинает бить кулаком этот GPS. Думает, я выйду, посмотрю на дорогу, почему он остановился этот GPS. Он выходит, смотрит буквально несколько метров и обрыв. Обрыв. То есть, дорога раньше была. Но GPS, Бог остановил GPS, чтобы он сломался, чтобы человек вышел. И вместо того, чтобы сразу поблагодарить, он выругался сначала, как положено. Вышел, посмотрел, с фонариком посветил. Оказывается, обрыв. Вот тогда дошло до него. Говорит, ой, Господи, благодарю Тебя. То есть, прежде чем нам, ну вот, как бы торопиться с ответом или с молитвой, о чем же молиться? Срочно нужно дальше ехать? Или, слава Богу, что я остановился? Нужно задать вопрос. Ну, это так. По жизни у нас возникает много вопросов. А время у нас летит и подходит к концу. Итак, дорогие друзья, давайте мы вернемся к нашей теме. Тема наша сегодняшняя о молитве. О молитве. Многие люди молятся, не получают ответ. Существуют причины. Почему же все-таки мы не получаем? Одна из причин – это просим не на добро. То есть, не на то добро, которое Бог называет добром. А вот личное добро, частное добро, человеческое. Мне кажется, я так думаю, я так вижу. И в итоге человек не получает ответ на такую молитву. На какую же молитву получает? Мы прочитали, что если мы знаем, если мы просим по воле Его. То есть, знание воли Его на первом месте. Если мы знаем, там ход открытый. Вас там ждут. Мало того, Бог хочет, чтобы мы приходили и просили того, чего Он хочет. Если мы обратимся к тексту, который записан в Матфея, Нагорная проповедь, Христос говорит о молитве Отче наш. Всем известное место. Я думаю, мы к нему еще неоднократно будем возвращаться. Там говорится так. Значит, смотрите, Христос дает тоже формулу молитвы, формула или анкета молитвы. Нам просто нужно заполнять пустые места. И там говорится так. «Да будет воля Твоя». Когда мы молимся, что является в основе нашей молитвы? Какая воля? На какую волю мы ставим акцент? Господи, Ты этого хочешь. Ты этого желаешь. Это делал Христос. Это делали ученики. Христос это одобрял. Он совершал эту волю. То есть, Он оставил для нас пример. И когда мы смотрим на жизнь, допустим, какая-то ситуация, то ли с машиной, то ли с семьей, то ли в церкви, то ли дома, то ли на работе, мы должны обратиться к Слову. Как Господь решал такие вещи? Вот как Он решал, это есть воля Божья. Он так хочет решить. Вот тогда мы берем это Слово и говорим, «Господь, это делал Христос. Теперь мы приходим к Тебе. Ты оставил нам пример. Мы приходим к Тебе. Помоги нам решить вот данную ситуацию». То есть, чтобы воля была на земле какая? Как и на небе. То есть, мы знаем, или эта молитва подразумевает, что просящий или молящийся уже знает эту волю. Знает. Такая воля, как на небе. Поэтому прежде, чем мы будем молиться, дорогие друзья, давайте будем спрашивать себя, мы вообще знаем эту волю? Мы знаем, что именно то, о чём мы просим, уже существует на небе. Вообще-то, вера, вера — это удивительная вещь, которая имеет дело с невидимым, с духовным невидимым элементом, который реально уже существует сейчас. Уже в духовном мире это есть. На земле ещё нет. Вот та духовная воля божественная ещё не оматериализовалась. Она есть, но ещё не пришла в физическое измерение. Поэтому, когда мы о ней узнаём, знание воли, начинаем просить, то Бог, конечно же, пошлёт это к нам на землю. Потому что Христос так повелел молиться. «Да будет воля Твоя! И на земле, как на небе». Вот тогда наши молитвы будут отвечены, и отвечены будут с огромным успехом. Давайте мы будем проверять себя. Я со своей стороны, вы со своей стороны. Когда мы молимся, возносим молитвы различного характера. То ли это ходатайственные, то ли это молитвы прощения. Даже простая вещь. Человек молится о прощении, не всегда уверен, услышал Бог или нет. Почему так происходит? Опять-таки, незнание, что Бог хочет простить. И Бог прощает, если мы исповедуем свои грехи. Знание ведёт нас к вере. Вера базируется всегда на знании. Да, слава Богу. Будем узнавать волю Божью. Будем узнавать волю Божью, будем молиться по воле Божьей. И Бог обязательно ответит. Другого просто нет. Вот Он оставил такую последовательность. Знание воли ведёт нас к вере. Вера становится основанием нашей молитвы, фундамент для нашей молитвы. Мы молимся, нас слышат и слушают. Бог нас слушает. Слушает – это значит отвечает. И мы, в конце концов, получаем. Наша передача подошла к концу. Хочется ставить контактные телефоны. Это 601-1244. Мы собираемся по адресу 1511 Делавуэр-авеню. У нас проходит служение. По воскресеньям в час дня. По понедельникам в 7 и 8 вечера. В 7 для детская, в 8 молодёжная. Во вторник у нас изучение Библии. И у нас проходят христианские семинары. То есть у нас проходит тематическое изложение или ознакомление со Словом Божьим. Определённые темы. Мы берём тему и на основании слова подходим и охватываем, стараемся как можно больше деталей для того, чтобы нам уразуметь и узнать волю Божию, духовно укрепиться. Итак, наш телефон вне эфира 601-1244. Передача наша подошла к концу. С вами были Роман Пальников и Василий Савченко. С Богом! До следующей встречи! С Богом! Имеющий уши слышать, да слышит, что Дух говорит Церкви.